Не знаю, как у вас, Иван, а у меня сегодня с утра прям такое приятное, приятнейшее чувство дежавю, потому что некоторые вещи мы уже видели год назад и даже знаем, чем они закончились, поэтому будем анализировать, а что же сегодняшние события вокруг Ченгарского моста могут нести для оккупационной власти. В общем, о чем я, если вдруг кто-то из наших зрителей не подписан на наш телеграм и не знает. Вооруженные силы Украины ночью нанесли удар по Ченгарскому мосту в Крыму. По данным местных гауляйтеров, всего-то обстрела пострадало несколько мостов на границе с Херсонской областью. Окупанты заявили, что это прилетели ракеты Storm Shadow, хотя, как говорит министр обороны Российской Федерации, Storm Shadow. Коллаборант Сальдо и пропагандистские СМИ уже прибежали смотреть на прилет по мосту. Мало того, что гауляйтер зачем-то припрел сюда еще и Молдову, он внезапно вспомнил украинский язык и заявил, что удар по мосту – это абсолютно без глузда. Прекрасный фрагмент, давайте увидим и мы. Удар был внесен примерно в 5 утра. Вот одна воронка, она сквозная, отсюда видно воду. Снаряд прошил, дорожное покрытие насквозь. Отсюда буквально 100 метров. Еще одна воронка и дублирующий мост, он совсем рядом. Отсюда видно, как снаряд или ракета повредило дорожное покрытие. Очередное бессмысленное действие по указке из Лондона, сделанное киевским режимом. Это ничего не решает для результатов спецоперации. Это совершенно безглуздо, такое слово есть в украинском языке. Так, просто вот навредить. Сегодня именно 22 июня. Это намек на что? Почему так мы вспоминаем и радуемся всем этим событиям? Не только из-за прилета, Иван, по этому мосту, а еще и потому, что сейчас в соцсетях тоже блуждает старое видео ныне за двухсочиновой земляемой стекловатой Кирилла Стремоусова, который стоял точно так же на Антоновском мосту. Перед ним, значит, было избитое полотно моста Хаймарсом. И он говорит, это ни на что не влияет. И вот эта легендарная фраза «Россия здесь навсегда». Так что вы скажете, что же сегодня такое вокруг этих Чингарских мостов происходило? Ой, слушайте, потрясающая история, просто невероятная. Вот правильно подметили из Кирилла Стремоуса. Все тоже говорили, что не повлияет ни на что. Абсолютно, да, тот же, ну, не тот же самый. Похожая мостовая переправа, похожий же мост, да, так будем говорить, практически тот же самый период времени, да, вот лета. И очень такие вызывающие в памяти отверстия в покрытии моста, такие же самые, как в Антоновском мосту. Антоновский мост, да, если не ошибаюсь, два месяца подвергался, ну, не то что ежедневным, но периодическим обстрелам, но он так и не рухнул. Он был в результате подорван только российскими войсками, когда они отступали. Но сами вот эти вот атаки на эту переправу, на Херсонскую, заставили российское командование интенсивнее думать и соображать, как можно быстрее выходить из Херсона и не попасть в ловушку. Я больше чем уверен, что вот такой прилет, он очень сильно расстроил всю оккупационную администрацию, которая находится на временно оккупированной территории Украины. Я имею в виду после полномасштабного вторжения, это именно вот Запорожская область, Херсонская область, вы должны понимать, насколько чутко они реагируют на такие вещи, то есть они прекрасно себя осознают. Если был первый прилет, будет и второй, и третий, и четвертый, и пятый, и с каждым прилетом качество этого перехода будет все хуже, 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 по нему будет уже все тяжелее, тяжелее проехать. Они же с точки зрения себя мыслят, как можно быстрее убегать, и я уверен, что отдельные коллаборанты, например, вот два примера, вот есть на территории Херсонской и Запорожской областей два сотрудника СБУ, которые возглавляют местное представительство ФСБ, скажем так, оно по-другому называется, это бывший глава СБУ Украины Александр Якименко, если не ошибаюсь, он, по-моему, в Херсонской области, и Сергей Ганжа, это тоже бывший сотрудник СБУ, генерал-майор, подчиненный Александра Якименко, он, соответственно, в Запорожской области. Я уверен, что вот они, их персонал, они все очень внимательно смотрят, что же будет с переправой, внимательно отслеживают, просят специалистов отслеживать эту информацию, чтобы понимать, когда будет критическое состояние этой переправы, остальных переправ, то нужно будет срочно принимать меры для эвакуации на территорию Крыма, потому что Крым в Российской Федерации считает действительно субъектом Федерации, что Крым украинцы точно не попробуют, да, обстреливать, да, но зайти ни в коем случае не зайдут. Это будет наш домик, и мы там будем прятаться. Поэтому вот я уверен, что, и ты даже не уверен, я вижу, что на лице у Сальдо написано разочарование, там и остальной, и разный спектр эмоций, то есть только негативных, вот от такого удара, он даже пытается это приравнять, 22 июля фашисты бомбили, к чему вы намекаете, то есть Киев, Украину бомбят уже полтора года, в принципе ни на что не намекает, Российская Федерация просто методически бомбит. Поэтому я хочу сказать тоже, ребят, никаких подтекстов, просто наши военные бомбят все переправы, не привязывайтесь к датам, эти бомбежки будут и дальше. Я бы только, знаете, здесь Иван все-таки немножко поправил о вас, это следы на лице не разочарования, а похмелья. Ну, по крайней мере, так говорят злые языки, что Сальдо крайне редко выходит в адекватном состоянии, это у них фишка такая, Мария Захарова, он и еще несколько людей. Но позвольте я здесь немножко про технические характеристики вас спрошу. Это действительно был первый удар, то есть за ним мы понимаем, что будет продолжаться некая работа, но, насколько я понимаю, Storm Shadow, они позиционируют себя как ракета, которая способна не только нанести удар по покрытию, оставить вот эти выбоины, которые мы увидели, дыры фактически, но еще, по идее, должны несущие конструкции сносить, то есть опору моста. Как вы считаете, в принципе, мы не знаем, точно ли это Storm Shadow, но мы просто предполагаем. Это речь идет о том, куда ракета попала, или все-таки, возможно, они немножко переоценили силу, способности этих дальнобойных ракет? Давай так очень осторожно скажу, я считаю, что это не был Storm Shadow. Пускай они смотрят, они в обломки достают, посмотрим. Я думаю, что это все-таки был High Mars, очень на это похоже, потому что такое же отверстие аккуратное, красивое, и если бы это был Storm Shadow, то, скорее всего, он бронебойный, вот такой большой, может, букеры пробивают, там, два заряда, я думаю, что и опора была бы сразу уничтожена, и эта переправа рухнула бы, или была бы очень-очень сильно повреждена, гораздо больше, чем мы видим сейчас. Поэтому, еще раз, аккуратное мое такое предположение, что это, скорее всего, был High Mars, или что-то еще такое необычное, новенькое, но не Storm Shadow. У Storm, у них, по-моему, эта головка боевая, по 400 килограмм, там эффект должен был быть совершенно другим. Да, это принимается. Ну и мы показали только фрагмент этого видео, а в целом там еще сальдо действительно украшает неким мостам, которые территориально сейчас относятся к Молдове. Ну и вот в Министерстве иностранных дел Молдовы ответили на заявление сальдо с угрозами в адрес страны. В ведомстве заявили, что российского посла срочно вызвали для объяснений. Хотя, с другой стороны, любое ведомство российское, оно скажет, слушайте, мы этого сальдо знать не знаем, он там, ну кто-то, да, какая-то шестерка, и он, конечно, говорил не от имени российской власти. Тем не менее, вот эти угрозы, как вы считаете, тут снова история о том, что просто он не успел прийти в чувства и поэтому стал сыпать всем угрозы? Или это история, когда есть некая общеправительственная политика угрожать абсолютно всем, а вдруг кто-то наконец-то испугается? Я думаю, это такая общая политика, тем более, что у сальдо, у него нет ресурса, чтобы угрожать. Одно дело, когда ты угрожаешь, у тебя есть в руке пистолет, да, вопросов нет. А другое дело, когда ты угрожаешь просто голословно, кричишь, и у тебя в кармане только огурец и вот открытая бутылка водки. В принципе, ну угроза будет так себе. Вот я думаю, второй вариант, скорее всего, более применим к сальдо. Да, конечно, уже снова вспоминая эту историю, я понимаю, что и по сальдо мы тоже будем по-своему скучать. Судя по всему, по нему уже колокол тоже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова